Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 10, урок 2. На рисунке изображен план земельного участка и указаны некоторые его размеры. Найди площадь участка и его периметр. Площадь и периметр участка будут равны сумме площадей и периметров фигур 1 и 2. Найдем площадь фигуры 1. 20 метров умножим на 15 и узнаем, что площадь фигуры 1 равна 300 квадратных метров. А теперь найдем длину фигуры 2. 2. 20 прибавить 30 равно 50 метров. Это длина второй фигуры. Зная длину второй фигуры и зная ее ширину, мы найдем площадь этой фигуры. Для этого мы 50 умножим на 25. Площадь второй фигуры будет равна 1250 метров квадратных. Следовательно, площадь участка равна 300, это площадь первой фигуры, плюс 1250, площадь второй фигуры. Общая площадь земельного участка, изображенного на рисунке, будет равна 1550 метров квадратных. При нахождении периметра учтем, что в каждой из фигур отсутствует часть границы, равная 20 метрам. Обратите внимание на пунктируемую линию на рисунке. А теперь найдем периметр фигуры 1. 2 умножим на 20 плюс 15 и отнимем 20. Равно 2 умножить на 35 минус 20. Итого 50 метров. Найдем периметр фигуры 2. 2 умножим на 50 плюс 25 и отнимем 20. Равно 2 умножить на 75 минус 20 равно 130 метров. Периметр участка 50 плюс 130 равен 180 метров. Ответ. 1550 метров квадратных – это площадь земельного участка, изображенного на рисунке. А 180 метров – это периметр участка. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить комментарий под видео.